Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, и вы знаете, полная версия FIFA 17 меня немножко уже заебала. Я решил попробовать нечто новое. Это FIFA Mobile. Давайте же взглянем на этот фрукт, из чего он состоит, и можно ли в это вообще играть. Поехали! А перед началом ролика хочу порекомендовать вам уникальный сайт foodpack.ru. Это сайт, на котором всегда можно открыть крутые пакетики и вывести монеты или рублик себе на счета. Также сайт недавно обновился, и теперь каждый игрок имеет свое звание. Чем больше паков ты открываешь, тем выше звание и награду за него получаешь. Ссылка в описании и 200 бесплатных FIFA поинтов, как всегда, ждут вас. А лучшие комментарии с прошлого выпуска разбросаны по всему ролику. Вы знаете, я уже попробовал записать этот геймплей, но у меня почему-то запись сорвалась, и это уже вторая попытка. И эти туториалы меня просто доебали. Пока я их не пройду, я ничего сделать не могу, поэтому я сейчас быстро пробегу и, собственно, приступим к игре. Начинаем сразу же с пака. Давайте же посмотрим, что же нам здесь дропнется. Опа-оп, что за жетоны. Обучение особым приемом. О, кстати, прикольная штука. Вот такую штуку я бы хотел в полной версии FIFA 17. Типа, даешь какую-то карточку, и у него там плюс 5 звезд скиллов или что-нибудь такое. Это, надеюсь, нормальный пак уже. Давайте взглянем. Да, это нормальный пак. Прип мне падает. ЛВ. О, Лебеденко, бля, какой же красавец он. Господи, Атера, Де Йонко, Конор. Ну, короче, полны, блядь, бичи. Обновить состав. Что дальше? Продолжайте создавать команду, получая награды. Так, понятно, это ясно. Так, что, собственно, в этой игре делать? Я хочу в онлайне побегать, допустим, там, погонять с кем-то. Тут есть вообще Ultimate Team или что это такое? Режим атаки. Что это такое? Какой-то школьник, третий уровень. Что это такое? Давайте сыграемся с школьником третьего уровня. И я уже вижу четкие буквы ЛОХ, что говорит о том, что я лох. Окей, окей, понятно. Игра как бы намекает, что я полный лох. Найбись. Давайте выберем. Из плюсов, которые я знаю в этой игре, которые я уже отмечаю, это то, что в этой игре нет сыгранности абсолютно. То есть вы можете спокойно напихать в одну команду всех звезд мирового футбола и гонять. Так, ну-ка нахер, удар. О, 1-0, заебись. Я забил. Уже неплохо. И радость-то какая. Пацаны, я не понимаю, что происходит. Какого хера я, блядь, начинаю с каких-то... Что это такое? Я не могу понять, вот что такое. Почему игра темнеет и меня снова перекидывает на... Угол. Типа, начинаю с угла атаку и... И так раз за разом. А, теперь мой соперник атакует. Ну, заебись. Так, подкат на нахуй. Уничтожил. Это какие-то шахматы, что ли? Типа, он делает ход, я делаю ход. Я не могу понять, что в этой игре творится. Блядь, каким же кошмарами я занимаюсь, пацаны. Простите меня, пожалуйста. Я очень сильно надеюсь, что вам это реально интересно, чем я сейчас занимаюсь. Типа, новый эксперимент. Так, все. 45 минут прошло. Я, типа, обыграл школьника какого-то. Заебись, я крутой. Могу выебнуться. Я мобильный мастер. Блядь, звучит как-то унизительно, пацаны. Что такое? Я не могу зайти в лиге для участия в лигах пятого уровня. Почему я могу смотреть только отдельно на защиту, отдельно на ползащиту и отдельно на атаку? Почему я не могу просто как в Ultimate Team посмотреть на свой состав? Ладно, пацаны, как видели, состав у меня полная сценина. И давайте же исправим это дело и откроем пакетики. Сколько они тут стоят? Так, вы что, серьезно, что ли? Блядь, вы посмотрите на эти цены. Вы просто посмотрите на эти дикие цены. 13 800 FIFA Points стоит 7400 рублей. Вы просто вдумайтесь. FIFA Points стоят на уровне полной, блядь, версии. Ладно, пацаны, ради такого контента я готов задонатить. Надеюсь, вы поддержите меня лайками, там, не знаю, просмотрами, типа, чтобы хотя бы не было так обидно, что я впустую это все делаю. Посмотрите на это наебалово. 1200 FIFA Points с меня берут 883 рубля. В меню 749 рублей. Я, кажется, начинаю уже полностью себя чувствовать тем самым лохом. Вот это в меню, вот эта вот хуйня, лох и... Да, я лох. Покупаем? Похуй. Контент же надо делать качественный, блядь. Герсон, заебись. Хендрикс, заебись. Ооо, вот это нахер игроки. Так, второй пак за 150 фапоинтов. Какой-то ЛП странный выпал. Шоп. О боже, что за бамжи. Какой-то бесплатный набор мне дали, не знаю, что это такое. И нихуя себе, что это за бич. 86 рейтинг, нихера себе. Так, пацаны, еще один набор открываем. Счастливый листок. Вау, вау, брау. Так, пацаны, я сейчас хочу открыть мега охуенный пак. Он стоит 700 фапоинтов, но надеюсь, что это стоит того. Тут два игрока из прошлых эпох, как я понимаю. Первый игрок. Хороший парень, сразу видно. Второй игрок, тоже заебись. Чего? Жетон, сезон, барзак. Что это такое? Этот жетон можно использовать с планами. Что, блядь? Так, подождите. Надеюсь, я все правильно понял. У меня тут будут хорошие игроки. Потому что, то, что сейчас эмблема Байера. Что, блядь? Манчестер. Что, блядь? Я только что открыл. То, я думал, тут игроки будут. А тут, блядь, какие-то эмблемы. Вы угораете, что ли? Я задонатил еще. Возможно, я делаю полную хуйню. Но я хочу открыть еще один какой-нибудь классный пак. 500 фапоинтов. Давайте. Набор счастливых листков. 77 кабай. Вау, это лучший игрок на сегодня. 77 кабай. Надо же, счастливый листок. Рамирес, Хименес. Меня разводят просто как лоха. Два пака, казалось бы, классных открыл. Но что это было? Что это за говно мне попадало? Генрих, Мехитарян, 95. Трик фанатом. Куда я зашел? Карточка из прошлого. Охерить 2005 года с рейтингом 94. Охерить они карточки, которые я бы добавил и в полную версию. Жао Мутинио, 92. Месси, 91. Стерлинг, 90. Фернандо Торрес, 2006 год. Блядь, охерительно же эти карточки выглядят. То есть, сама идея просто великолепная. Но почему-то они заморочились с этой идеей на мобильную версию. А на полную версию что-то, блядь, не хотят. Ховард, 89. Ливандовский, 90. Ливандовский, 90. Кейн, 89. Подольский, 96. Подольский, 96? Что, блядь? Скорость 100. Ускорение 102. Охерительно просто. Руни на Цапе рейтинг 95. Яя Туре, 94 рейтинг. В сезоне 13-14 Туре сыграл важную роль в первой за 3 года победе Мочи Сирсиди в чемпионате. Игрок Серцеед FIFA Mobile. Игрок Серцеед. Что, блядь, нахер за называние? Нани, 91. Элитный игрок. Интересно. Месси, 98. Марсела, 97. Ёпт, твою мать. Рейтинги, конечно, очень-очень неадекватные. Габриэль Акбалахор тут даже есть, пацаны. У него рейтинг 71. Давайте добавим его к себе в клубешник и попробуем сыграть матчи, не знаю. 5 тысяч миллиардов лет спустя. Как его поставить в атаку теперь? Как его сделать основным, блядь, нападающим Зуга? Какая же сложная игра, чуваки. Как его? Как сделать так, чтобы я мог поставить Акбалахора? Блядь, ну это ёбаный рот. Короче, пацаны, что бы я ни делал, и я не могу перетащить Акбалахора на форварда. Я, конечно, понимаю, что позиция, возможно, не его с ФД. Но как мне поменять позицию ему, блядь? Никаких этих нету, блядь. Клацаем их кнопок, с помощью которых я бы смог поменять позицию. Это просто бред какой-то абсолютнейший. Я даже не могу поменять схему. Вы понимаете, насколько всё плохо? Тут какие-то уровни надо проходить, чтобы ты мог выбрать ту или иную схему. Кто этот гений, который разрабатывал эту игру? Ну чё нахер, поехали, блядь. Может, я удовольствие от геймплея получу в этой игре. Хуй знает, на что уже надеяться. Так, неплохо. Атака, ну-ка! Что это за удар, блядь, был только что? Ну-ка, лонгшотик! Кто здесь король лонгшотов, пацаны? Даже в мобильной версии я умудряюсь хуяривать охуительные лонгшоты. Диего Коста, конечно, очень на себя похож. Кстати, графический движок позаимствован то ли из FIFA 07, то ли из FIFA 06, если не 05. Блядь, и он ещё был на PSP, этот движок. Так что, вероятно, что это вообще порт версии с PSP. Но! Но! FIFA 2016, которая тоже на мобилке, имела особый какой-то движок крутой, что ли, блядь. Не такой, как этот обоссанный, блядь. То есть, там движок реально был крутой. И лица анимации, там вот эта вся хуня была на уровне. Почему они решили пойти, вот, спуститься на такое дно, я не понимаю. То есть, у них была классная версия FIFA 16, в которую я более-менее адекватно мог играть. А вот что это за чудовище, в которое я сейчас играю, я, блядь, вообще не понимаю. Я даже замены сделать не могу. Вы понимаете, насколько всё плохо? Что у меня за щита? Что это за кошмар, блядь? Блядь, надо побыстрее валить из этого ада просто. По-другому я никак не могу назвать эту игру. И давайте теперь сравним версию 17-го года с версией 16-го года и сделаем какие-то выводы. FIFA 16, я захожу и вижу, что это, блядь, FIFA. Развитие навыков, хуё-моё, блядь, Ultimate Team. То есть, как бы, тут всё чётко понятно, как в полной версии. Ну, посмотрите, блядь. И как, блядь, вот из такого можно было создать то чудовище, которое называется FIFA 17? Вот, это FIFA 16, чтобы вы понимали. И вы посмотрите на этот графон и вспомните ту санину, которую я вам показывал до этого. Посмотрите, есть графон, блядь, от FIFA World или FIFA 11-12, не знаю. Но, блядь, ну как так можно? Тут даже комментаторы есть. Я не знаю, пацаны, может быть, у вас какие-то догадки есть, почему FIFA 17 выглядит хуже, чем FIFA 16. Так что, как-то так. От себя я ставлю FIFA 17 мобильной версии. Это 0 баллов из 10. Я откровенно не понимаю, как в это можно играть. В 16 можно было играть. Я в него лично сам играл кое-какое время, там, и могу адекватно рассуждать, что это, блядь, просто охуенная игруха для мобильной версии. Но FIFA 17, это просто кал выдристо на каким-то обоссанным бомжом. Извините, конечно, за подробности, но именно так я её чувствую. Поставьте лайк, если согласны с моим мнением, и пишите в комментариях, играете ли вы в мобильную версию, и что вы думаете про это всё. Наверняка есть люди, которые на постоянной основе играли в мобильную версию, и вот просто объясните, почему FIFA 16 заебись, а FIFA 17 просто говно собачье. С вами был я, Банда FX, надеюсь, вам понравился этот видос, и, собственно, всё. Всем пока-два, и хорошего вам настроения.